Привет народ, с вами Фенаргот и пришло время для королей фэнтези. В данном ролике я подготовил для вас прогноз на последний шестой раунд летнего тура DPC лиги. После него нас будет ждать мейджор, во время которого можно получить еще больше сундуков, поэтому если вы еще не подписались, самое время это сделать. За новостями и остальным вы сможете следить в моем телеграм-канале, ссылка есть в описании. Пятая неделя пока идет хуже всех по фэнтези очкам, хотя в топ 10% я точно попаду, в Юго-Восточной Азии, ибо там у меня 206 очков. На прошлой неделе, кстати, я в этом регионе попал в топ 100 лучших по миру, Восточная Европа пока хуже всего, всего 100 очков. Следующая неделя у нас будет самой сложной по причине того, что будет всего по 3 матча в каждом из регионов, а следовательно 2 команды не будут играть, а остальные имеют лишь по одной встрече. Что же, не будем затягивать, поехали. В Китае у нас Ариас играют с Дек, и Хоум Свичи, и ПСЖ Састер. Если в первом матче все ясно, и у Дек нет никаких шансов, то остальные два матча могут закончиться по-разному. Причем на эту неделю я еще и ставить буду. Вот тут я точно ставлю на победу Ариас, потому что Дек уже вылетели в нижний дивизион, и им победа ничего не дает. Коэффициент на сайте моего партнера Пари составляет 1,7. Я считаю, что он слишком большой для такого матча. Ссылка есть в описании, поспешите зарегаться, скоро будет крутая акция и розыгрыш к выходу боевого пропуска в Доте. Что же, среди игроков основы лучшим оказался Монет из Астер. Его, кстати, я точно сразу возьму, а докинула Муя Аме, несмотря на то, что им и играть друг против друга. Потому что пока мне сложно спрогнозировать победителя в этих встречах. Если у вас есть Широ, можно смело брать его. Далее уже только ХХС. Мидеры. Тут лучше ХМ из Вичи. Его можно смело брать. Далее подходит и Ори, и Nothing to Say. Ну и саппорты. Тут у нас стоит взять Пикью, а докинуть ему лучше Планету или Уая. Я взял Уая. В итоге состав получился таким. Юго-Восточная Азия. Тут СМГ встретится с Нигмой, Фнатик с Т1 и Талон с РСГ. У Нигмы положение, как и у Дек, так что от них нечего ждать. Талон также должны разносить РСГ. А вот у Фнатик и Т1 будет нереальная заруба. Этих маркетов еще нету пари, потому что текущий раунд еще идет в Юго-Восточной Азии. Но как появится, я тут же воткну Экспресс и поделюсь им в Телеге. Что же, у нас удачные лучшие коры в данном регионе. Сразу беру и Сэвиджа, и Рэйвена. Даже обсуждать нечего. Мидеры. Тут также выбор логичен. Беру Микота. Если нет Микота, я советую взять Муна или Карла. Ну и саппорты. Тут у нас лучший Сяо Бонбон, но думаю, его не стоит брать. Я взял Хайда и Сталон и докинул ему Джануэла. Можно, кстати, также взять и Диджея. Посмотрите, на кого у вас лучше карточка. В итоге состав получился следующий. Далее у нас Западная Европа. Тут Сикреты сыграют с Гунами, Тундра с Гладами и Ликвид с Оу-Джи. По сути, для меня фавориты в данных встречах Сикреты, Тундра и Оу-Джи. Я сформировал из них Экспресс. Коэффициент вышел 2 и 6. Взглянем на игроков основы. Тут лучше Матумба, хоть ему и играть против Оу-Джи. Поэтому я не хочу особо его брать, как и дурачё. И поэтому я взял Сейвова, Юраги и 33-го. С мидерами всё проще. Тут первый Ниша, а он у меня ещё и золотой. Нет Ниши, берите БЗМа. А далее уже только Найна. Ну и саппорты. Тут Снейкинг низко находится. Да и саппорты обычно завозят стабильнее коров в случае поражения. А у меня Инсения и Бокси оба золотые. Я их и взял. Сейвови, конечно же, будет взять Инсению и Снейкинга. Состав у меня получился такой. Что же, Восточная Европа. Тут у нас Team Spirit сыграют с Бэтбум. Нави с Ванмуф и Майндгеймс с Аутсайдерами. А ниже ВП. Замес у Спиритов с Бумами будет жёсткий. Сложно сказать, кто выйдет победителем. Но в остальных всё попроще. Уверен в победе и Нави, и Аутсайдеров. Маркетов на эти матчи ещё нет. Ибо пока не закончился текущий раунд. Но я также сделаю экспрессик. Среди игроков основы лучшим оказался Дахак. Далее идёт Етора. Витюн и так далее. Я всё же решил обойти стороной и Дахака, и Етора. И взял себе и Витюна с Рамзесом. Среди мидеров лучше ГПК. Его я и оставлю. А дальше можно взять Ноуана. Ну и саппорты. Тут лучший у нас Санейка. Его я и возьму. А докинуть ему лучше Хакоду из Аутсайдеров. В итоге состав получился таким. Двигаемся дальше. Северная Америка. Тут у нас крысы сыграют с Наунс. ТСМ с Вайлдкард и Эвил Джениусс с Квинсия. В первых двух победители для меня очевидны. Наунс и Тим Соломит. А вот ЕГЭ или Квинсия я даже не знаю. На эти две встречи коэффициент супер мелкий вышел. Но я все равно поставил 1000 по коэффициенту 1.3. На паре и по ссылке в описании. Что же, среди игроков основы лучший Евар и Кастабиль. Далее уже идет Артизи, Найтфол и так далее. Собственно, я разумеется взял Кастабиля, а докинул ему я Евара, потому что он у меня золотой. Да и в Квинсе я верю больше. На миду похожая ситуация с выбором игроков. Я в связи с этим хотел взять Гунара, ибо он не сильно отстал. Ну уж, очень хорошая карточка Квина у меня имеется, поэтому я оставил его. Ну и саппорты. Тут, разумеется, стоит взять Хаски из Наунс. А докинуть ему лучше Фату, потому что все же Крит и Флай пониже стоят. В итоге состав получился такой. Ну и Южная Америка. Тут Вульф сыграют с SG, Инфамус с Хакори и Тандер Эвейкен с Бисткост. Вот последняя встреча будет напряженной, а в остальных SG и Инфамус должны без особых проблем выходить победителями. На них тоже пока нет ставок, потому что текущий раунд недоигран. Но, опять же, я буду ставить на них Экспресс. Что же, среди игроков основы лучший Паркер, далее идет по КЗС. Их, разумеется, и берем. Они фавориты в своих встречах, кроме разве что Паки, но он уж очень хорошо завозит очки. Среди мидеров лучший Даркмага. Аналогичная ситуация, он хорошо завозит и стоит взять его. Ну и саппорты. SG должны побеждать, поэтому беру Вижа. А докинул ему я также Аффликшен, а в итоге состав получился такой. Что же, уже совсем скоро Мейджор, а до него должен выйти боевой пропуск в доте. Нужны бабки на Steam? Пользуйтесь моим сайтом battlepass.ru. Даю гарантию, что все работает как часы. Ссылка на него есть в описании. С вами был Фенаргот, и до скорых встреч. Пока-пока.